книга открытым оком тема старообрядцы том 3 вопрос 916 знакомые мне старообрядцы рассказывали про вас что вы пели у них на клиросе и ходили к еретикам молиться с ними и за это они вас отлучили они говорили про вас что вы проповедовали им что нужно в жизни руководствоваться евангелием и что евангелие даже нес когда-то ангел староверы же утверждают что нужно руководствоваться кормчей и ангел нес кормчую ответьте пожалуйста отвечает игнатий тихонович лапкин здесь как и всегда я отвечаю абсолютно на все вопросы даже личного характера но полезно ли вам все это знать про чужую жизнь за всю жизнь я не стоял ни одного часа ни на каком клиросе петь не умею слуха нет а длительное пение меня утомляет и усыпляет тянут как колыбельную и стоять неудобно и лечь негде я перестал к ним ходить переехав из новосибирского барнаул не будучи отлученным и более никогда к ним уже не приходил зная их смертельную ненависть ко мне прошло уже 35 лет как я у них не был но там находятся мои родственники родная сестра и она рассказывает что уже подрастает второе поколение после моего отъезда и они воспитывают их на страхи и ненависти ко мне говоря всяческие неболицы одна из самых прочных и долговечных небылиц игнатий увел к баптистам всю старообрядческую молодежь всю не всю но покажите хотя бы одного кого я увел они распустили молву что они меня отлучили в начале 90 годов проезжая через москву я проехал через их архиепископию на рогожском кладбище приняли они меня радушно ибо много были наслышаны разговаривая со мною нынешний митрополит олимпий тогда архиепископ брат его священник леонтий и антонов александр очень сильно звали к себе я спросил в чем они меня обвиняют попросил подтвердить слух что меня они отлучили когда и за что по указанию архиерея в канцелярии сделали розыск и ничего не нашли но добавили ничего нет давайте будем считать что ничего и не было но я возразил вы должны это опубликовать дабы и другие про это знали архиепископ спросил в конце беседы считаете ли вы причастие уникания действительно я без колебаний ответил да считаю он сразу же потерял ко мне всяческий интерес стал и сказал нам больше не о чем с ним говорить еще раньше когда мы прочищались покровском соборе и старообрядческая молва что я отлучен дошла до меня я на исповеди сказал об этом отцу симеону титову как не быть я к ним не хожу более 20 лет и вдруг какие какое-то отлучение безо всякого предупреждения меня священник подтвердил что даже если бы и было отлучение то она не действительно относительно евангелия слово евангелие встречается 27 раз и только в новом завете евангелие от матфея 4 глава 23 стих и ходил иисус по всей галилеи уча в синагогах их и проповедуя евангелие от царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях книга деяний 8 глава 25 стих они же засвидетельствовав и проповедов слова господне обратно пошли в русалин и во многих селениях самарийских проповедовали евангелие 1 петра 4 глава 17 стих ибо время начаться с суду дома божия если же брежде нас начнется то какой конец не покоряющимся евангелию божию второе послание коринфянам 9 глава 13 стих ибо видя опыт всего служения они прославляют бога за покорность исповедуемому вами евангелию христову и за искреннее общение с ними и со всеми 2 коринфянам 11 глава 7 стих согрешил ли я тем что унижал себя чтобы возвысить вас потому что безмездно проповедовал вам евангелие божие галатом послание 1 глава 1 стих возвещая вам братья что евангелие которой я благовестовал не есть человеческое откровение 14 глава 6 стих и увидел я другого ангела летящего посредине неба который имел вечное евангелие чтобы благе благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу прочтите все эти места перепишите их себе и отнесите к старообрядцев если они серьезные люди пусть они сделают мне выписки про кормчу из евангелия из библии еще одна гора еще одна долина еще один крутой над бездной перевал еще немного слез и горечи полынной а там а там нам рай спаситель обещал еще не кончен путь не все свершили руки еще не спета песнь в ней нет последних слов еще звучат в душе призывов божьих звуки и хор звучит христу зовущих голосов еще не поздно друг назов тот отозваться пока еще есть день минута или час о поспеши христу пока есть жизнь отдаться пока последний луч надежды не погас нет завтра нет вчера а только есть сегодня одним лишь только днем владеть нам суждено еще надежда есть но волею свободной ты сможешь разорвать своей цепи звено так быстро жизнь пройдет еще одно мгновение и прекратится путь для утомленных ног и вечность впереди что вечность без спасения но ты еще живешь живых спасает бог еще одна гора еще одна долина еще один крутой над бездной перевал еще немного слез и горечи полынной а там а там нам рай спаситель обещал вера кушнир